Так, а сегодня у нас 11 августа, последний день пребывания в Ростове, дочек подошел, подмаши ручек. Мы вышли погулять, сходить в подружку, погулять с дочкой вчера. Вечером, как я говорила, сил у меня не было гулять, они гуляли с папой. Сегодня мы гуляем вдвоем, потому что папа наш отдыхает сегодня. Смена караула. Очень дед у меня выгуливай. Да, так. Вот мы сидим на Ворошиловском, пьем вкусное холодное кофе, у меня с мятым сиропом, некий сиропом браун. И хотим с таких подружков. Сегодня опять очень жарко на улице, опять сарахунки. Ну хоть ветерок уходит, а я из пенечки. Где все подается маленькое для путешествий. Такая прелесть. Такая прям мими-ми. Особенно на брусовке такое. Это прелесть же. И вот эти вот мыльца. Что такое не придумает. Мы все ходим, выбираем. Кинсуку есть. Даже маски для волос. Найс фолио сейчас идет акция. 1 плюс 1 равно 3. Ника взяла себе крем для лица. И мы сейчас ходим, смотрим. У меня вот такой вот крем для рук сейчас заканчивается. Классный. Цена на него что-то какая-то очень. 369. Мне кажется, я брала его в разы дороже. Подешевле. А еще вот этот мне задерживаю. Обожаю тропический аромат. Крем для тела. Манго. Интересно, как он пахнет. Он закрыт. Хотел к ним хоть. Вот. 229 час. Камила идет. Так, все. Мы приехали домой. На улице, конечно, невыносимая жара. Опять началась. Мы еле-еле добежали домой. До встречи. Так, тут дочка взяла себе. И мне в подарок что-то. Значит, себе они взяли вот такие для душа. По скидке был. От Декора. Urban Fit. Такой же она мне дарила. У меня стоит сейчас тоже классный. Хорошо пахнет. Это у них йогурт и овес. Сейчас понюхаю. Ну, такой приятный запах йогурта. И овсяной кашки. Так, это я ее попросила взять бомбар. По скидке там был. И вот такие вот резиночки. По 235. У меня как раз резинки уже все такие поизношенные. Пригодятся мне. Так, взяла на себе вот такой вот шампунь. От Эль Сэф Гиалурон. В прошлом году у меня такой был. Хороший шампунь. А я себе взяла крем для тела. Тропикал Манго. От Organic Shop. По скидке он был. 229 рублей по акциям. Подружка. И Ника еще взяла вот такой вот гель для душа. С дыней. С дыней тоже у меня такой был когда-то. Ну да, пахнет дыней. Приятненько. У меня хорошая скидка была 700 рублей. По подружке. По карте подружкам. Потом она себе взяла вот такой крем для лица. Вот из фолио. Там была акция. Надо было взять еще чего-нибудь. И третье было подарок. Но что-то мы смотрели, смотрели. Все как-то очень дорого. Решила попробовать себе вот такой вот кремушек. У меня, кстати, такого не было еще. С центеллой. Там было разное. С пептидами и с что-то еще. Так, еще одна печенька. Моя любимая. Бомбар. Потом она взяла себе вот такие салфетки. В сумку детские. И что-то тут еще у нее. А, это ее подруга. Попросила ее взять вот такой вот шампунь. Ильсов цвет. Ильсов. Эксперт цвет. Вот. Такие у нас были покупки подружки. Все. Сейчас мы где-то, наверное, через часик выдвигаем. Друзья, сегодня я хотела бы поделиться с вами одной историей. Она меня трогнула до глубины души. И я хотела бы рассказать вам про нее. В общем, мы недавно были в гостях. И один знакомый моего мужа рассказал, что спустя несколько лет мучений он начал наконец-то нормально жить. Дело в том, что несколько лет назад он пытался открыть собственное дело и взял в банк несколько крупных кредитов. Но, к огромному сожалению, дело не пошло. И он прогорел. Он был в очень сложной ситуации. Не знал, как расплатиться с банком. У него почти уже забрали квартиру за долги. Но однажды ему посоветовали хорошего юриста Булата, который помог ему списать все долги без банкротства. Я сама недавно узнала, что оказывается такое возможно. И многие просто не знают своих прав. У Булата большой опыт в этой сфере. Поэтому, если кто-то находится в подобной ситуации, то не бойтесь обращаться за помощью. Пройдите опрос по ссылке под моим видео и получите бонусом бесплатную консультацию от экспертов Булата. Или же напишите ему напрямую. Они уже помогли огромному количеству людей избавиться от долгов и кредитов. Булат выберет одного человека с особенно сложной жизненной ситуацией и бесплатно спишет ему долги. А принять участие могут все. Поэтому не бойтесь обращаться за помощью. Я как бы попала в прошлое, 24 июня, когда мы 6 часов сидели в этом кафе на ЖД вокзале города Ростова. И я также сидела, монтировала видео. И что бы вы думали, сегодня-то у нас, оказывается, пятничный вечер. Мы приехали в 6 вечера на маршрутку, на вокзал. Оказывается, все раскуплено. И ближайшие аж 21.40. То есть нам 3,5 часа сидеть здесь. Ну, это мы пришли на ЖД вокзал, на автовокзале. Потому что вообще просто полнейший дурдом там сидеть нереально. Там огромное количество людей. Там нет кондиционера, там очень жарко, душно. Там просто, дышать нечем. В общем, мы решили сюда прийти. Я говорю, Коля, все, пошли сюда. Иначе я в дурею тут за 3,5 часа. Слава Богу, что есть такое место. Я тут взяла кофе и хот-дог уже съела. У меня тут еще нектаринки есть. В общем, будем сидеть здесь 3,5 часа. А что делать, куда деваться? Приедем час ночи, наверное. Ай, капец какой-то. Ну, ладно, что же делать. Ладно, будем сидеть тут хотя бы прохладненько. Так, ну что, продолжаем снимать влог. Или начинаем новый. Сегодня у нас воскресенье, 13 августа. У нас невыносимая жара продолжается. Духота невозможная. Хотя, вроде, вчера пошел дождик. Но от этого легче особо не стало. Вроде бы, 28-30, по крайней мере, не 40, как было до этого. Но дышать все равно, честно говоря, невозможно. И мы опять спим под кондиционером. У нас он пашет целыми сутками. Придумал кондиционеры. Надеюсь, память некому где-то стоит в какой-то стране, в каком-то городе. Вот. Потому что мы на юге вообще без него. Это просто наш must-have, так скажем. Так, как мы съездили в Ростов. Сейчас будем с вами по традиции болтать. И я вам расскажу про три сериала, которые посмотрела за последнее время. Давно, кстати, я вам не рассказывала. Потому что не было времени особо. И ничего такого интересного, про что хотелось бы вам рассказать. И вот, наконец-то, появилось. Поэтому я сейчас быстрее буду с вами краситься. Хотела помыть голову, сделать хорошую прическу. Но жара невыносима. У меня тут вентилятор крутится. Поэтому, если где-то что-то там будет летать, не обращайте внимания. Просто не было возможности распустить. Жарко. Я даже, честно говоря, не стала ни голову мыть, ни наводить какую-то красоту. В такую жару ничего, ничего не хочется делать. Я вообще, меня очень бесит голод. Когда жарко, я сразу стараюсь их зависать в хвостик. Даже если у меня чистая голова. Вот. Как мы съездили в Ростов. Как мы приехали, самое главное. Это было, конечно, вообще жесть. Давненько я так не встревала с билетами. Конечно, надо было ехать. Ехали когда Станонро к Осколе. Надо было зайти и взять билет на следующий день. Честно говоря, вообще у меня даже в мыслях не было. Я что-то потеряла в днях. Вообще не думала, что какая-то проблема будет с билетами. Я не знала, что в пятницу вечером, оказывается, все едут домой. С Ростова-Волгодонск. У меня это было открытие. Теперь надо запомнить, что если вдруг в пятницу вечером ехать домой, то надо брать билеты заранее. Вот. Если бы мы взяли в четверг, то проблем бы не было. Мы бы уехали в шесть вечера еще, когда приехали на вокзал. Но из-за того, что я зашла, я просто с такими глазами вылупилась на кассирах. Говорю, в смысле нет билетов на ближайшее время? Для меня было шоком. Обычно приходишь и без проблем покупаешь на ближайшие 20-30 минут. Потому что ходят они до нашего города очень часто. И у меня даже мыслях не было. Вообще, совершенно просто. Ну, короче, для меня это было открытием. Сейчас, кстати, очень часто использую вот этот BB крем от Фаберлик. Он, во-первых, не по цвету сейчас очень хорошо подходит. Он такой для загорелой кожи. У меня в самом темном цвете. Ну, вообще, он мне понравился по качеству. И замечательно он смотрится на лице. Так же, как я сейчас очень часто использую вот этот CC-крем от черного жемчуга. Тоже меня приятно удивил. Мне нравится, как выглядит снимая кожа. Так вот. И в итоге нам пришлось ждать 3 часа на вокзале. В 6 вечера мы приехали на вокзал и уехали только в 21.40. Самое ближайшее время было. И более того, я уже не стала снимать, потому что, честно говоря, уже не до того было. Пустили не обычную маленькую маршрутку, которая там на 15 или на 12 мест, не помню точно. Обычно на ней с каждой полчаса у нас ходит на город наш такая вот маленькая маршрутка. Опустили большой автобус. Я так уезжала один раз, помню, очень давно еще. И то мы ездили, наоборот, с Волгодонска-Простов на таком большом автобусе. Не совсем прям огромном, как в Москву мы ездили, двухэтажном. Но на таком довольно хорошем, большом, комфортном. И самое главное, с кондиционером, автобусом. Мы когда с Колей зашли, вот после этого 3,5 часов ожидания этого автобуса, мы зашли, увидели, услышали, что есть кондиционер. Мы просто разулыбались друг в друг. Господи, неужели, какое счастье? Потому что жара невыносимая, она просто достала нас обоих, и меня, и его. И мы уже ждали, Господи, когда мы приедем домой. Это был бесконечный какой-то вечер. Слава Богу, что хоть на ЖД вокзале есть кондиционер. И вот это кафе, которому я готова поставить памятник, хоть там, конечно, и не работал кондиционер, но, по крайней мере, там не было так душно и ужасно, как на автовокзале. Это просто была жесть. В общем, я не думала, что такая сложная дорога будет назад. Никто даже не мог представить, что так будет. Думала, мы быстренько приедем, в 9 вечера будем уже дома. Куда там? И приехали мы в итоге почти в 2 ночи. Благо, что автобус был. Есть места свободные, и я, в общем, Колю выпроводила на соседние места 2 свободных. И легла на эти 2, и пыталась там как-то поспать, скрючившись. Ну, чуть-чуть у меня даже получилось, особенно после того, как мы в Семикаракурске остановились, потом вышли. И я попыталась как-то там с берушами, с повязкой своей, кое-как там, попыталась подремать. Эти полтора часа, пока мы еще ехали. Ну, в общем, чуть-чуть. Но ночь, конечно, получилась такая себе. Не очень. Потом мы в 2 часа пришли домой, около 3 только уснули, и в итоге в 7 я проснулась. Ну, и была вареная как рак. Вчера даже ходила на тренировку впервые за 2 недели. Теперь, наверное, все будет болеть у меня с непривычки. Погостили мы у дочки хорошо. Кое-что там ездили узнавать. Есть кое-какие наметки по работе. Думаю, пока еще, пока в раздумии. Вот, но кое-что есть. Надо, что мы съездили в Таганрог. Конечно, сам город немножко меня расстроил, особенно Азовское море. Но в качестве разнообразия, во-первых, потому что на электричке мы ездили. И создалось какое-то впечатление, реально, как будто мы в отпуске, сколи где-то на море. И очень по атмосфере мне напомнил Феодосию. Повторяюсь, 155 раз, если потом мое видео будете смотреть, я там про это говорю постоянно. Не знаю почему, но вот почему-то создалось такое впечатление. Ну, еще погода, конечно, способствовала такая же пасмурная, как была в том году в Феодосии у нас. Вот, но там, конечно, Черное море не сравнится с тем, что в Таганроге Азовское море. Ну, все равно, хотя бы, хотя бы так. Для разнообразия в качестве того, чтобы посмотреть на этот город, разок, я думаю, стоит побывать. Ну, мы, конечно, не везде были, но там, где смогли побывать, там побывать. Все, что связано с Чеховым, конечно, там имеется огромное количество разных музеев, разных домиков его, где он жил. Мы туда не ходили. Я не скажу, что я большой поклонник творчества Чехова или вообще там всяких, все, что связано с писателями. Ну, можно было бы, конечно, ходить, но вот что-то как-то времени было жалко. Ну, я была с Колей, Коля у меня вообще не любитель этого дела. Ну, и про сериалы. Значит, просмотрела я не так давно три сериала. Два еще не досмотрела, но уже, наверное, расскажу вам, потому что, ну, они стоят, действительно, того, чтобы их посмотреть. Это три русских сериала. Я в последнее время прям подсела на русские сериалы. Два нерусских мы еще смотрим до сих пор. Люцифер заканчиваем пятый сезон. Кстати, классный сериал, да. После сверхъестественного его смотреть прям то, что нужно. То, что доктор прописал, как говорится. Значит, один сериал называется Трейдер. Шел он по первому каналу не так давно, весной, по-моему. Ну, я все смотрю на Кинопоиске или на какой-то другой платформе. Слышала про него, подписано, в общем, на один канал, который рассказывает про новинки русских сериалов. Про то, что стоит посмотреть. Вот на Дзене, если кому-то интересно, называется Киночерника. Вот там много разных видео, посвященные русским сериалам. И вот там я как раз смотрю про все новинки, которые выходят. Вот я там у них услышала. Так бы, конечно, я не слышала даже и близко про этот сериал. И он мне понравился. Я рада, что я его посмотрела. Потому что он в духе сериала «Русские» про шпионов, про которые я вам рассказывала не так давно. Очень похожий по стилю, по атмосфере, так скажем. Сериал про молодого парня. Молодой амбициозный парень. Трейдер Олег Нестеров. Он оказывается вовлеченный в шпионские игры между спецслужбами России и США перед войной в Ираке во время правления Саддама Хусейна. И становится непосредственным участником всех этих исторических событий, когда происходит война в Ираке. Как это все к этому двигалось? Там очень хорошо и понятно расписывается все, что добивается США в странах, где ей не подчиняются. В событиях, которые сейчас происходят на Украине, очень сильно прям мне это все напомнило. Прям видно, как Америка добивает страны, которые ей не угодны, которые не подчиняются, не хотят бесплатно за даром отдавать свои богатства. И они придумывают разные поводы, лишь бы начать там войну. Вот как там ООН формально должна защищать людей по факту, подчиняется Америке. Ну, в общем, очень наглядно так все это сказано, показано. Ну, и главный герой, конечно, тоже мне понравился, такой харизматичный молодой человек. Все начинается еще в начале 2000-х, когда он только-только ввязывается в этот бизнес. И ему приходится выбирать. Жду любимой, которая хочет пройти стажировку в США. Она журналистка. И ее тоже втягивает постепенно в шпионские игры с ЦРУ. А он хочет, наоборот, помочь обычным жителям Ирака. Тем, которые отсутствуют в «Звезде Санкции». Из-за санкции у них элементарное лекарство. И там дети болеют обычными болезнями, но у них нет лекарств. И что он выберет, как он выпутывается из всех этих ситуаций. Ну, в общем, очень интересный сериал, действительно. Пока вышел один сезон, я думаю, что второй сезон будет тоже, потому что закончилось не очень последовательно, так скажем. Немножко непонятно. В сериале снимается много хороших и известных актеров. Кстати, последняя роль здесь была Сергея Пускепалиса. Хороший актер, тоже мне он нравится. И здесь много разных локаций. И в Москве, и в Нью-Йорке снимали, и в Ираке. Ну, Ирак снимали, по-моему, в Тунисе. Вот, много разных сюжетных линий, много героев. Но там все логично построено. То есть, все понятно, как, что, с кем происходит. В общем, сериал мне понравился. Динамичный, интересный. И действительно многое начинаешь понимать. Вот, так что могу посоветовать. Второй сериал, который мы смотрим вместе с мужем, что вообще очень-очень редко. Он у меня русские сериалы практически не смотрит. Но тут я собралась как-то гладить. И я, когда гладу, всегда смотрю что-то по телевизору. Вот, телевизор у нас один большой в зале. А он сидел как раз, что-то там тоже листал в телефоне или что-то такое. Я даже не думала, что он будет со мной смотреть этот сериал. Даже без всякого. Включила. В общем, сериал называется СССР. Тоже услышала про него на Киночернике. И просто стало интересно посмотреть. Я люблю вообще сериалы про 80-е. Про, так сказать, про мое детство, про ностальгию. Но здесь сериал не про нашу чудесную большую страну, которую, к сожалению, развалили. А про четырех друзей, которые жили в то время. После Олимпиады 80-х, когда я только родилась. В общем, про четырех друзей. И СССР это первые буквы их имен. Сергей, Семен, Самуэл и Рома. И они пришли только с армии, дембельнулись. И вот там рассказывается про то, как они только вступают во взрослую жизнь. Что с ними происходит. Один был, в общем, такой довольно... Ну, в Москве жил. У него папа известный партийный деятель. И он хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Сначала сын сопротивлялся. Но там у него невеста была еще тоже такая партийная, всякая деятельница. Эти четыре друга жили сначала у этого парня в Москве. Но потом постепенно, постепенно все это начинает раскручиваться. Один из них был еврей. Родители все пытались его вывести. А он не хотел. Другой, Самуэл, естественно, был грузин. Он то влюбился в русскую девушку. Ну, в общем, очень такая интересная, трогательная история. Тоже много всего интересного происходит. Мы пока с мужем на восьмой серии. Еще не досмотрели этот сериал. Но с огромным-огромным интересом смотрим. И меня больше всего поразило, как муж проникся этой атмосферой. Там очень, как скажем, очень правдоподобно передана вся атмосфера того времени. Именно в такой день, как ты смотришь сериал именно 80-х. Многое узнается из нашего детства. Прямо ностальгируем, когда смотрим этот сериал. И много вставок из хроники советских лет, именно тех лет. Поэтому получается очень правдоподобно. Тоже много сюжетных линий, хорошая динамика. Все смотрится легко и просто. Это сериал про жизнь того времени, про дружбу, про любовь. Ну, в общем, все очень просто и понятно. Ностальгия прям вообще накрывает, когда смотришь. Она присутствует и в разговорах, и в поведении героев, и в обстановке, которая вокруг. То есть удивительно, как они в наше время сняли там, что нет никаких реклам современных не попадает. Ну, в общем, все правдоподобно. И одеты герои были. И вся атмосфера, обстановка в доме, в квартире. Везде прям все совпадает, как было в нашем детстве. Очень смотришь, прям реально ностальгируешь. Но единственное, мне очень понравился главный герой, который играет. Это Сергея Московского друга. Блондина. Он какой-то немножко, ну не знаю, не очень харизматичный, во-первых. Во-вторых, он играет 20-летнего парня, а ему уже 35, наверное, не меньше. Вообще, советую, хороший такой, позитивный и легкий сериал. Вот и третий сериал, который я никак не досмотрю. Вчера, последняя серия, наконец-то, его вышла. И я вчера начала смотреть и не досмотрела. Так бы, конечно, получился более подробный обзор. Более полный обзор, вернее. Вот, этот сериал называется «Открытый брак». «Шоу по ОКО». Сериал с Мариной Александровой и Антоном Васильевым. Хороший рейтинг у него на генопоиске. 7,2 из 10. И я поняла, почему. В общем, это сериал про пару, которые уже больше 20 лет в браке, которые живут, у которых трое детей, и у которых, соответственно, уже появилось чувство гасли, были страсти прошли, так скажем, и они начали изменять друг другу. И узнают про измены в один, в кавычках, прекрасный день. Они узнают про это и решают попробовать такую форму брака, как открытый брак. То есть, когда разрешают друг другу изменять. Ну вот, и интересный такой эксперимент, что из этого вышло. И за всем вот этими вот этими изменами, их изменами, они забывают немножко про детей. Дети у них разного возраста. Старшая дочка связалась, я так понимаю, школу заканчивать, связалась с женатым мужиком. Средняя дочка, у которой подростковый возраст, там у нее свои проблемы. Младший ребенок, он учится в начальной школе, мальчик. Он там начал тоже. То из школы убегать, то порнуху показывать, одноклассникам, ну, тоже свои бзики. Ну, и с этим начались у них проблемы. Не только в личной жизни, но и с детьми. Вот они верят, что свободные отношения позволят им сохранить брак, внести разнообразие и не потерять друг друга. Но со временем эти проблемы, этот клубок проблем, так скажем, измен, друг на друга наплетаются, и в итоге все равно, все приводит к разводу. Довольно много постельных сцен. Тоже хороший актерский состав. Тоже интересные сюжетные линии. Хорошее музыкальное сопровождение. Ну, вот чем закончится, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что все-таки они опять будут вместе, потому что, в общем, после того, как они расстались, ну, не буду сильно спорить, скажу, что они все равно не могут никак отпустить друг друга. Ну, по крайней мере, мне сериал понравился тем, что заставляет задуматься про собственные отношения, тем более, если для меня это тоже более-менее актуально. Я тоже больше 20 лет в браке, тоже у нас взрослые дети, и тоже есть над чем задуматься в семейных отношениях. Всегда есть какие-то там проблемки, и он, сериал акцентирует внимание на том, что нужно обязательно делиться, обязательно делиться, обсуждать свои проблемы друг с другом, с супругом. Ну, вот что-то в счастливом финале я очень-очень сильно сомневаюсь, сомневаюсь. Вот такая вот в этот раз получилась подборка трех сериалов. Субтитры сделал DimaTorzok